Юрий Кириллович, скажи, пожалуйста, почему верующие постоянно путают царя и президента, а не верующие? Ну, это наша общая беда такая распространенная, потому что, как у нас говорили, Бог-то далеко, а царь-то вот он рядом. Ну и потом, ведь если уже серьезно эту тему рассуждать, наша традиция, христианская даже, православная, она этому способствовала очень долгие-долгие годы, во многих поколениях. И главное ведь научение православной, допустим, традиции – это научение покорности. В православной традиции порицается любое тяготение к свободе, к индивидуальной свободе, к свободе мышления. Это порицается и до сих пор считается в православной традиции, что человек, ну, у него никаких достоинств нет и прав нет. Вот это вопрос Достоевского, тварь дрожащая. Может, он в такой вот уж слишком резкой антитезе предложил, да, или и право имя и бабку убить. Но на самом деле это вот там глубоко в подкорке коренится. Но гражданин и подданный – это тоже разные по природе понятия. А у нас никогда не было гражданства, которое предполагало бы гражданина ответственного за свой выбор, за свои поступки, который предполагался бы как главная ценность в обществе. Сегодня нет такой ценности в обществе, в нашей, российской, которая даже демократическим государством считается. Не человек, государство – да. Не настоящая его жизнь, история прошлых завоеваний – да. И власть – да, это ценность. А человек отдельный – это вообще никакой ценности не представляет. Ну, град Божий подразумевает, что ты все-таки горожанин, да, и ты гражданин, а не подданный Царства Божьего. Или это не так? Это если думать, если рассуждать. Царство Небесное. Христос говорит, приблизивайся к Царству Небесное. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Это было две тысячи лет назад. И этот Царь Римский, который был, конечно, с одной стороны, божество, с другой стороны, власть нераздельная, вроде тирания в империи в этой. Но Христос приходит и говорит, Царство Небесное приблизилось. Это Царство земное – это не последняя стадия развития человеческого общества. А Небесное Царство – это я с Богом в Его Царстве, и Он мой Отец. Так если бы мы над этим размышляли, если бы мы действительно это культивировали в себе. Но в нашей церковной, в религиозной традиции нет такой культивации. Ну, это потому что люди чувствуют себя недостойными и боятся брать ответственность за, в том числе, чтение Библии, толкование ее понимания, например, для себя самого. Ну, вот есть такая недоразвитость, уже это грубо, может быть, будет сказано. Но поскольку не было никогда в практике прошлых наших поколений вообще размышлений на эту тему, ведь их не было. Они не рождаются так ниоткуда. И поэтому, когда мы рождаемся, и как мы воспитываемся? Ну, в школе, допустим, или в родительском доме. В родительском доме – щелчок по лбу, подзатыльник, мало этого, ремня, поперек лавки. Вот так делай. И это же формирует уже сознание бесправия абсолютно, и претензия на какую-то там свободу. Это расценивается как преступление. И даже самой благочестивой семье. А потом приходит в школу. Школу построили всех, да? Сейчас не так, может быть, одежки разные. А то были все – гимнастерочка, солдатские одежды. И строим, понимаешь, по отрядам, по подразделениям. Командир есть, товарищ, звездочки там вся такая. Это же убийство личности. И где он начинает думать о себе как о достоинстве, как о человеке, индивидуальной внутренней свободе? Где он этому начинает думать? Литературу изучаем в школе. Она же была вся отсортирована. Там же не было даже того, что можно было предположить как поиск свободы. У нас была героиня, как ее звали, которая утопилась. И ее нам преподавали как луч света в темном царстве. Вот она утопилась. А где у нас были такие герои, которые мы могли сказать – вот размышлял, вот оценивал. Ну, вот Ленин и вся его несвора – это же был бандитизм. Это же был весь мир насилием и разрушим до основания. И затем – это опять стадные чувства. Это опять разруха. А такая вот работа души, духа, где… Она на Западе была. Это была там такая мысль. Хартия вольности, потом права и свобода. Это все в том мире. А в нашем мире нет этого. И сейчас нет. И тяготения поэтому нет. Потому что любой, возьми, вот сейчас вышла бабушка и написала там «нет в обли». То есть она «в и е» написала. Ну, ее в кутузку захватили, понимаешь, дело состряпали. И все это видят. И суд. И это зрелые люди, здравые люди. Вышла вот эта женщина с этой бумажкой «нет в и е». Потому что войны слова нет у нас. И общество принимает эту игру. Это не игра, это насилие. Это убийство свободы. И эти одиночки, которые вышли и сказали «ребята, что вы делаете?» Они в тюрьме, если не успели убежать. Какой урок всему обществу? Не суйся. Не суйся. Что тебе больше всех надо? Ну вот мы поговорим как раз о природе власти вообще. Она же, как говорят, будет покорена властям. Но сама природа не раскрыта. Есть власть, которая насилы совершает. А есть власть, которая совершает, как правит, лучшим аргументом является. Она и та, и другая преодолевает сопротивление, например, и может применять насилие. Но мы видим, как все больше и больше власть насилует людей, граждан. И за пределами своей страны, и внутри ее. И это одна из только форм проявления этой власти. А про другую мы ничего не говорим. Про любовь, про вот эту вот дискуссию. А нас тоже есть. Почему нам ближе становится кто-то с палкой, чем жажда понять, что в принципе власть является, и в Конституции даже подтверждено, суверенный народ, источником власти, а не царь? Ну, такие мысли о ценности любви, о влиянии через любовь, они вот только Христу присущи. Авторитет, в конце концов. Ну да, он возникает именно здесь. Бог так возлюбил мир. Власть его безгранична. Но он отдал Сына Своего Единородного, чтобы вот эти отношения возникали как раз не на страхе, не на насилии, а на любви. Он выкупает и дает нам эту свободу. Теперь вы дети Божьи. Так это в Евангелии. А когда еще у нас было это? А не что мы его читали? Мы только крышку его целовали. Кто читает Евангелие? Кто читает Евангелие? Сегодня, в 21 веке, священник своему прихожанину скажет, положи эту книжку, слушай, что я говорю. Чтение Евангелия, личное отношение с Богом, это нигде в церковной среде не поощряется. Ну, у протестантов это есть, но все равно сама по себе постановка такая. Власть – это высший институт. И раздумывать, почему он делает так, а не этак, это даже не наше право. Наше право, если сказали, вот сейчас, мобилизация, мы пошли. А куда мы пошли? Ну, власть сказала, а что нам делать? Мало этого. Ведь вот в этом метаморфозе перевернутого сознания, когда ненавидеть стало доблестью, когда весь мир осуждать, даже не напрягает мозгов. Каким образом это стало так, что мы вот здесь такие святые и бескорыстные, и безупречные, а вот они там, только граница, и они там все изуверы, и фашисты, и нацисты, и гомики, и какая угодно еще другая характеристика. И люди это спокойно транслируют, раз за разом, с телевизоров, в семейных своих перебранках, на своих попойках, в кафешках. Они спокойно это транслируют, наслаждаются этим. И вопрос не возникает, как так? Как так? Ну, вот я же здесь сижу рядом со мной, вот такой нормальный человек. А почему тех я осужден? Я их никогда не видел. Они мне никогда злого не сделали. Почему я его ненавижу? Нет такого вопроса. Потому что идет, опять же, с пеленок и насаждается. Насаждается покорность, убивается способность критического мышления. Критическое мышление, оно подвергается осмеянию. Тебе чего там выдумал? Ты, наверное, слушаешь голоса. Ты, наверное, слуга госдепа. Мне приходится слышать вот это обвинение, что я работник госдепа, только потому, что я задаю такие вопросы. И говорю, ребята, подумайте, как могло случиться? Как могло случиться, что до нашего вторжения в Украину там спокойно жили и на любых языках разговаривали? А как мы туда вошли, так города разрушены. И десятки тысяч жертв. И вы рассказываете мне, что это фашисты. Почему эти фашисты не убивали и не расстреливали до прихода нас? Бесполезно. Ты агент госдепа и пошел вон. Это такой эффект наблюдателя. Он, когда наблюдает за чем-то, начинает находить то, чего там, в принципе, может и не быть. Но он придает смысл. Мы почему-то решили наблюдать за другой стороной и искать бревно, только не у себя в глазу. Юрий Григорьевич, я смотрю, очень много проповедников стало, будем говорить так, истолковывать эти слова о покорности власти, о праве царя мобилизовать всех, перекладывая это на такое же право президента мобилизовывать и никого не слушать, не беря ничего в расчет. Я понимаю, что это такое неправильное толкование, но многие это воспринимают достаточно серьезно. Мой вопрос в чем заключается? Очень много профессий сейчас искусственный интеллект заменяет. Водители уже ненужные будут. Диагноз очень просто поставить искусственному интеллекту, потому что он пользуется всей базой данных, которая есть в его доступе и быстро анализирует. А сейчас стало возможно разговаривать с книгами, задавая какие-то вопросы. И даже мало того, что появилась первая Библия на английском языке, которая работает так же. По сути, я могу без пристрастного толкователя, искусственный интеллект, спросить о чем угодно, и он ответит. Как Вы считаете, профессия в этой связи, вот этого пастора, священника, она может быть тоже заменена как профессия водителя, например, в ближайшее будущее? Может. В искусственном интеллекту? Может. Мы не можем прогнозировать, как долго продлится такое состояние развития. Мы видим, как одновременно с этим интеллект искусственный, кибернетика, шагнувшая так далеко и высоко, как не мечталось даже фантастам. Мы одновременно с этим наблюдаем, и другой вектор. Угроза ядерного шантажа-то, она висит от нас. Вот эта вот огромная часть планеты, которая в зависти своей возненавидела всех окружающих, и потрясает этим ядерным запасом. Вот она же ведь тоже реальна. И поэтому, может быть, пасторов и не удастся заменить на искусственный интеллект. Может быть, раньше случится та страшная фаза, которая называется Армагеддон, и мы увидим испепеленную Землю. В этом случае искусственный интеллект был бы желанным, потому что у него нет таких чувств, как есть чувства у людей. Вот этой обиды, этой зависти, которые может нажать на кнопку, как этот наш, которого называют президентом. Они пойдут все в ад, а мы в рай пойдем. И он готов, угрожая миру, нажимать на такую кнопку. Поэтому я думаю, что пасторов, дай бог, чтобы они появились. Дай бог, чтобы они появились. Ведь парадокс заключается в том, что в нашей российской сегодняшней реальности пасторов десятки тысяч. Ну, берем православие, католики, лютеране, там все протестанцы, христиане, все духовные работники, скажем так. Не считая вот колдунов, экстрасенсов и прочих. И посмотри, как один человек в своем безумии всем этим пасторам спокойно дает повестку дня и диктует, что говорить можно, а что нельзя. Так вот мы говорим здесь о нашей покорности Богу. Потому что голос от Бога закрыт, запрещен. Он выведен в разряд недопустимых. И все вещают ту повестку, которую им из Кремля задают. Как многие, говоря в мирное время о том, что есть духовная брань, и нужно противостоять греху, исповедовать веру, называя вещи своими именами, вот в это время военное растерялись и не знают, что делать. Я имею в виду самих служителей. Есть примеры, когда служители начинают например, успокоительные какие-то принимать и приходят в какое-то состояние такое, что даже речь пропадает. И что в этой связи можно сделать, чтобы помочь этим растерявшимся вожакам обрести землю под ногами? Не поможешь ничем. Время для того формирования, в котором формируется вот такая стойкая вера, способная к восприятию любых катаклизмов, оно уже прошло. Вот в этой вот сети, в теперешней катастрофе, люди формируются такого склада, как вы сказали, способные быть трезвыми, способными хладнокровно выводы делать и решения принимать. Они формируются вот в этой буре теперешней. А то тепличное время. И там была такая искусственная, вот если уже говорить так честно, там была такая искусственная атмосфера, в которой проповеди церковные, они были не о том, чем человек жил. Они вот в этой своей большущей библиотеке набирали темы, которые не относились к конкретной жизни. И сейчас мы обнаружили вдруг, какое несоответствие. Эти проповеди так же звучат, как звучали и 10 лет назад. Только люди-то уже находятся под бомбежками. Только люди стоят уже на таком рубеже, когда нужно выбрать. Или тебя убьют, или ты убивай. А проповеди все те же самые. Поэтому, когда у нас нет такого именно запаса знаний и опыта жизненного, вот оно и обнаружилось. Поэтому я в этом случае для себя, так это с печалью говорю, вера была в большинстве своем не верой настоящего отношения с Богом, личного. Она не транслировала именно эту самую высшую ценность, личное отношение с Богом у каждого христианина. Она была такой, я ее иногда называю профессиональной верой. Просто религиозные собрания, религиозные группы, структуры, и вся эта система, она отвечала точно той системе государственного устройства или бизнес-устройства. Она не являлась представительством неба. Да, там были какие-то отличительные характеристики, но они вторичные. Первичные были все те же самые. Деньги, материальное достояние, отсутствие болезней, какая-то еще сплоченность на определенных ценностях. Но настоящие веры личные, которые могли бы стоять под бомбежками, под угрозами, к сожалению, не было. Ну вот это так называемая бюрократия церковная, которая народилась вот в это время, ну или проявилась, она народилась когда-то, видимо, мы это даже не замечали. А она сейчас исповедует, ну такую, я бы сказал, теологию рациональности. Ну вот, имя же церковь сохранить. Можно же кого-нибудь отдать, например, там, да, списать, вот, например, Альберта, можно же его в жертву принести, ну, сохранить РОСХОВЕ. Вот этот, такой, как называют, технократы, да, бюрократы, технократы, губернаторы, вот эта поросль, она доколе вообще она будет проповедовать и делать, вот, акцент на том, что рационализм важен, а все остальное, там, исповедание, духовность и вот это, ну, называние вещей своими именами, это, это можно задвинуть, что называется, до поры до времени. Вот этот вопрос у нас очень такой, важный, ценный, и он заставляет увидеть, что эти структуры, вот, официальные, церковные, религиозные, для их назвать, рациональные, мыслящие именно так, из выгод, устроенные по светским лекалам, вот сейчас они обнажили свою несостоятельность, но в это же самое время вдруг проявилось, что в это же самое время вдруг проявилось, что лично, индивидуальная вера присутствует, и она рассыпана, как жемчуги где-то там, в неизвестных, и иногда в самых неожиданных местах, вдруг такая вера возникает, и слышно ее из уст человека, которым никогда бы не подумал, что он верующий, и она звучит, как на БАД, на фоне всего религиозного вот этого, одобрямс, когда христиане в этом рационализме, встроенные в государственную систему, безликие, безгласные, молчаливые, уж простите меня, то же самое стадо, о которых Пушкин говорил, «паситесь, мирные народы», никакого голоса святого, никакого отличия от общей мирской традиции, вся повестка общегосударственная, поэтому вот это вот, ну, дал Бог сегодня такое испытание, я так вижу, что наше переживание в этой пандемии сильно потрясло церковной структурой, а теперь это военное положение, оно еще более сильно трясет церковной структурой, и отпадает вся эта листва, как вот наше осеннее сегодня, красивое убранство, спало с деревьев, а проявляется вместе с тем, проявляются настоящие верующие, которые готовы идти хоть в тюрьму, хоть куда, но у них есть позиция, проявляются такие, и это обнажается, что структура – это чушь, официоз – это чушь, это самоделки, которые настроены в основном-то под давлением власти, все наши структуры церковные, это власть у нас сажденная, когда наших отцов из тех 30-х годов доставали из лагеря, вот им предписывали, как должна быть устроена церковная жизнь, и им давали разрешенный коридорчик, и в этом коридорке мы сформировались, вот это наша ниша, вот это наши обязанности, мы их воспринимаем уже почти как Божьи откровения, и никак не воспринимаем, что у нас другая миссия, Христос говорит, идите до края земли, проповедуйте Евангелие Царства, не бойтесь убивающих тела, ну возьми эту фразу сегодня и примени ее в нашей жизни, убивать тело – это самый сильный страх, который мы испытываем, и зачем нам терпеть это убийство тела, да лучше мы прогнемся, да лучше мы угодливо послужим, да лучше мы скажем, чего изволить, и мы все можем сделать, потому что мы тогда и дом сохраним, и семью сохраним, и свою свободу сохраним, и пожалуйста, ну а что мы тут потеряли, ну мы можем вам сапоги мыть, мы можем вам зад лизать, мы же в душе-то все равно верим. Вот эта святая неудовлетворенность у людей, она накапливается, а разрешиться ей, ну видимо, все равно где-то придется, будет ли маркером вот этих новых христиан, новых пастеров, служителей, лидеров, которые поднимутся, вот эта терпимость к таким, ну, другим динаминациям, вот, это вот разграничение на баптистов, лютеран, пятидесятников, будет ли оно преодолено вот в связи с тем, что вызовутся? Оно будет преодолено именно теми, вот теперь проявившимися христианами, которые во главу своего упования поставили Христа, и когда они поставили Христа, они вырвались из влияния этих структур, потому что структура в любом вот большом, малом масштабе, она формирует себя и защищает себя, и в этом случае она вступает в схватку со всеми инаковыми структурами подобными. Даже внутри одной динаминации все равно это происходит, когда вот можно уже, простите мне так, самых близких, сказать, баптистских общинах. Если я вот в этой общине нахожусь, если я в этой общине, так сказать, посома, или меня здесь опекают, или меня здесь, так сказать, шерсти клом берут, то я вдруг захотел перейти в соседнюю общину, я становлюсь преступником для своих самых дорогих и близких, потому что я становлюсь предателем, я ухожу, я куда-то, я кого-то избрал, предпочел кого-то, а здесь возникает, как это так может быть, у нас же вот тут только лишь у нас. Вот когда вот это вот наступило время, расстройство и раздраивание, проявляются те свободные люди, я вижу их. В них динаминация не имеет значения, в них имеет значение человек и его отношение с Богом. И вот тогда, когда я и вы одинаково понимаем Бога, а жизнь у нас совсем разная, мы одинаково понимаем главенство Бога, а жизнь у нас совсем разная, и это определил Бог. Вам вот такую, а мне вот такую. И я уважаю вас, потому что я Бога уважаю, а вы уважаете меня, а мы живем по-разному. И у нас есть какие-то отличительные черты, не только внешние, но и внутренние, по уровню нашей веры. И тем не менее, мы друг друга не унижаем, мы не судим, мы не пренебрегаем друг другом. Вот это время наступило теперь. Оно было во времена апостолов, оно было во времена такого живого распространения христианства, когда догматы не сформированы были, когда структур не было вообще, когда христианство было живое, это было движение, это было подвижничество, это было жертва, это было то, что действительно я выбрал Христа, и все, теперь и ты выбрал Христа, мы братья. А у нас сейчас это должно произойти прозрения, что мы-то не Христа выбрали, мы выбрали структуру, она ближе к нам, и мы ее выбрали, нам в ней комфортней.